Ядерное обострение США и Северная Корея готовятся к боевым действиям, так говорят военные эксперты, глядя на действия Пхеньяна и Вашингтона. Решатся ли корейцы на атаку, а американцы на превентивный удар? Выяснял Дмитрий Анопченко. Этот день для Америки начался с твита Трампа. В полвосьмого утра, принимая первые сводки о ситуации, президент сообщил стране, военные решения полностью готовы. На случай, если КНДР будет действовать неразумно. При этом он надеется, что Ким Чен Ын все же найдет другой путь. О том, что у штатов должны быть варианты военного решения этого конфликта, сказал прессе и глава Минобороны генерал Мэттис. Хоть и добавил, лучше дипломатическое урегулирование, поскольку иначе последствия могут быть катастрофическими. Все надеются, что этого не произойдет, но глядя на происходящее, военные эксперты говорят, все это классическая подготовка к ведению боевых действий. Мол, все как по учебнику. Командование сухопутных войск США в экстренном порядке хочет возвести передвижные крепости вокруг своих баз в Южной Корее. Британию штаты попросили направить свои самолеты-разведчики на поиск ядерных объектов на территории КНДР. Япония разворачивает комплексы ПВО Патриот, но главная надежда это американская система противовоздушной обороны. Иджис, щит Зевса, элементами которой оснащены боевые корабли США. Они-то и должны, если Ким Чен Ын все же решится атаковать, перехватить баллистические ракеты КНДР. Но даже самая современная система перехвата ракет не способна дать стопроцентной гарантии. И это дает повод для беспокойства. И повод серьезный. Накануне газета «Сан» даже на полном серьезе подробную инструкцию опубликовала, как выжить во время Третьей мировой и что делать, если произойдет ядерный взрыв. Понятно, что журналисты торопят события и сгущают краски, но в поведении КНДР всегда есть фактор непредсказуемости. И она может преподнести любой сюрприз. Поэтому штаты и готовятся, как сказал Дональд Трамп, к событию, которого еще никто никогда не видывал. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.